Что касается немусульман, то мое наставление им в первую очередь, чтобы они принимали ислам и вернулись к Аллаху Святу на Велик, чтобы они практиковали свидетельство о том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха. Они должны принять ислам, потому что ислам принес с собой причины успеха мирской жизни и последней, а также все средства, приводящие к безопасности. Если посмотреть, то мы можем заметить, что этот вирус имеет определенные места, где он хранится во время инкубационного периода, еще до того, как он достигнет легких. Он сохраняется в носу в течение четырех часов, а также он сохраняется в горле на протяжении нескольких дней. Однако, прежде чем он достигнет горла, ты совершаешь омовение пять раз в день. И каждый раз, совершая омовение, ты промываешь рот и нос. Это становится препятствием распространения этого вируса. Когда ты совершаешь омовение, ты моешь свои руки от пяти до десятков раз, тем самым смывая последствия вирусов и болезней, которые могли пристать к твоим рукам. Ислам – религия, побуждающая к чистоте и к созданию причин успеха и безопасности от любой болезни и недуга. Наш пророк, алейхиссалятуассалям, сказал «Лечитесь, о рабы Аллаха». Ислам также принес повеление к лечению и созданию причин к этому. Мы не являемся уммой жрецов и отшельников, но мы создаем религиозные и мирские причины. Мы создаем причины, избавляющие нас от наказания Аллаха, а также причины, которые спасут нас от губительных предпосылок в делах мирской жизни. Мое наставление не мусульманам, я говорю, обращаясь к ним. Ислам – это истинная религия. На данный момент на всей земле не существует религии, кроме Ислама, посредством которой может преуспеть человек. В Судный день Всевышний Аллах не примет ничего, кроме Ислама. Как сказал Всевышний Аллах, от того, кто ищет иную религию помимо Ислама, это никогда не будет принято. И в последней жизни он окажется среди потерпевших урон. Мой призыв ко всем немусульманам, чтобы они покаялись перед Аллахом, Свят Он и Велик, и вошли в Ислам, с которым был послан пророк Мухаммад, который сказал, как это передал Всевышний Аллах, «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам». Он является посланником ко всем творениям и двум племенам, людям и джинам. Поэтому обязательство каждого раба, находящегося на этой земле, чтобы он засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посредством своего Ислама ты спасешься от наказания последней жизни. А также по причине твоего Ислама, Аллах, Свят Он и Велик, спасет тебя от позора мирской и последней жизни. Что касается же мусульман, то мое наставление для каждого мусульманина, чтобы он покаялся перед Аллахом, Свят Он и Велик, и вернулся к своему Всевышнему Господу, и чтобы побольше просил прощения у Аллаха и больше совершал благих дел для того, чтобы его Господь избавил его от причин погибели. Ведь Всевышний Аллах сообщил нам в своих словах, «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь». Этими бедами и несчастьями Аллах хочет от нас, чтобы мы вернулись к Нему, Свят Он и Велик. Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились перед Ним. Смирись же перед своим Господом и взмолись перед Ним, Свят Он. Совершай благие дела, устремляйся к покаянию перед Всевышним Аллахом и к возвращению к Нему. Не существует для тебя более великой причины успеха, чем возвращение к религии и покаяния перед Аллахом, Свят Он и Велик. Если ты хочешь спастись от всех бед и несчастий, то ты обязательно должен вернуться к Всевышнему Аллаху и покаяться перед Ним. Ведь это самые великие причины спасения. В-третьих, мусульманину обязательно нужно знать, что болезнь не передается другим сама по себе, но она передается только по предопределению Аллаха, Свят Он. Пророк, алейхи саляту ассалям, сказал, «Инфекция и приметы – ложь». Смысл его слов «инфекция – ложь», то есть болезнь не переходит сама по себе, но она только переходит по предопределению Всевышнего Аллаха. Поэтому ты можешь найти, что некоторые больные контактируют с десятками других людей, и из этих людей заболевает только один или два, или три, или пять человек. Остальные же не заболевают и остаются здоровыми. Это указывает на то, что болезнь не передается сама по себе, но она передается только по предопределению Аллаха, Свят Он и Велик, и по его дозволению. Пророк, алейхи саляту ассалям, когда был спрошен о чесотке, поражающей верблюдов, сказал, «А кто заразил первого?» То есть тот, кто не спасал болезнь – это Аллах, который распространяет ее среди людей. Аллах, который делает так, что эта зараза распространяется и охватывает все. Это Аллах, Свят Он и Велик. Поэтому является обязательным, чтобы мы вернулись к Всевышнему Аллаху, просили Его о прощении и каялись перед Ним до тех пор, пока Он, Всевышний, не избавит нас от этой болезни и эпидемии, которая охватила весь мир. Также мы должны сторониться несправедливости и нечестия, так как они являются самыми великими причинами гибели творений. Аллах, Свят Он и Велик, никогда не отвергает мольбу притесненного, поэтому его мольба одержит верх рано или поздно. Это то, что я хотел сказать на эту тему. Мы просим Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы Он хранил всех мусульман, а также все мусульманские страны от этого вируса, от которого люди приходят в ужас, боясь его. Пусть Аллах защитит всех нас, каждого мусульманина и мусульманку, а также наших жен, детей и потомства, наших братьев и сестер, и всех, кто нас любит и кого любим мы ради него. Более того, мы взываем к Аллаху, Свят Он и Велик, чтобы Он избавил все мусульманские страны от этого вируса и от этой болезни, и чтобы Он хранил всех мусульман от этой инфекции, находящихся на востоке и на западе, на севере и на юге. Мы просим Его, чтобы Он хранил каждого, кто помогает исламу и мусульманам, и того, кто просит у Него для ислама и мусульман спасения от зла этого вируса и этой заразы. Хорошо да благословит вас Аллаху шейху.